Эта игра, наша игра стояла в последней, в седьмой туре. Мы уже знали все результаты и понятно было, что никаких осечек не должно быть, только на победу. Мы знали, что поле немножко специфическое. Я считаю, что эта синтетика одна из лучших, может даже лучших в Беларуси на сегодняшний день, но она очень мягкая и все-таки есть свои нюансы. У многих ребят немножко икроножные, сводило все. Но я скажу, очень хороший темп мы задали в первом тайме, постоянно прессинговали, большое давление было на соперника. Я доволен ребятами, потому что реально в конце они просели, где-то с минуты 10-15, как третий гол забили, видно, что уже стали так. Но в целом я доволен и игрой, и результатом, фрагментами игры. Так, ваши вопросы, пожалуйста, не забывайте, представляться. Виктор Ильич, предыдущий матч у команды получился сухим, и сегодня вместо Горбунова вратарь Евнатонович. С чем это связано? Нет, просто я считаю, что у нас два ровноценных вратаря, и у меня никаких вопросов вообще нет. Вот. Горбунову. Просто дали вот. Типичная вратарь? Да, типичная даже не то, что просто поставили Сергея, чтобы он тоже поднимал, чтобы на него расширили, что он в коллективе и дали его сыграть. До этого он полный матч проводил за дубль, но там не та степень, конечно, ответственности, но не та степень, но мне надо иметь двух, то, что мы имеем, двух хороших. Второе. Сергей Мельник, трибунокон. Сергей Витальевич, что в этом матче вас больше всего порадовало перед игрой в БТ? Ну, мне порадовало, что ребята очень хорошо настроились, очень хорошо настроились на соперника. Выполнили установку то, что мы просили именно давления, как можно играть быстрее, при потери, не сейчас сразу вступать в отбор. И создали достаточно моментов, но опять же, я говорю, есть спешка. Спешка в принятии простые бывают решения, когда надо хладнокровие, спокойно принял, что на втором тайме как бы и решили, и Вова забил, и Урош хороший мяч забил. Но было много эпизодов, когда спешка проводила, счет мог быть значительно выше. Егор, еще, да? Еще один вопрос у меня. Макарсу нет заявки. На последние тренировки он, наверное, получил небольшое повреждение, поэтому в последний момент он не попал в заявку. Именно по травме. Ну, чего серьезно-то? Ну, не сверхсерьезное, но я думаю, что неделя какая-то потребуется на восстановление. Будем смотреть уже, как пойдет восстановление, но только по этой печке. Спасибо. Еще? Если бы это была не трибуна, я бы удивился. Сегодня Артем Буренко превышен в стартом составе, как оцените его? Ну, я считаю, что те три, то, что я от него просил, то, что монолируют, и первый мяч мы забили, если вы помните, он сделал передачу на Сороку, там, это и до этого. Я считаю, до первого матча, я сейчас скажу, очень достаточно добротный матч. Еще, пожалуйста. На этом, по второму матчу подряд, сыграл Рома Флангера. Ну, это связано с тем, что меня вполне, во-первых, у нас Рома Бегунов получил травму, он только сейчас восстановился и будет работать в общей группе. Вот, и так как меня вполне устраивает игра Копленко и Яха, то я считаю, что на данный момент Найок больше поезда именно принесет в этой позиции справа. И что он сегодня показал, он хорошо обострял, и я считаю, очень-очень добротно сыграл. То есть, он даже, ну, лучше сыграл, чем вот первый даже матч на этой позиции. То есть, то, что я от него требую, он сегодня выполнил, и мне его игра понравилась. Сергей Витальевич, неделю назад мы говорили, что Сорока, скорее всего, не гдится уже в Динамо. Сегодня он выходит в старт и забывает. Что изменилось в этой неделе? По большому счету, ничего не изменилось. Он пересмотрел свои отношения в футбол, хорошо тренировался, хорошо работал. Все, что изменилось, этого Антона спрашивайте. Но эту неделю я им доволен, как он работал, и его отношениям, и какие вопросы. Будете ли как-то по-особенному готовиться к матчу с БТ? Вы знаете, у нас такой передач составили, что у всех нормальных людей там, ну, недельный цикл, там, шестидневный цикл, ладно, пятидневный, четырехдневный, нормальный это. Но когда у тебя два тура подряд по восемь дней, потом девять дней пауза, ну, ребята, мы в отпуске или где находимся? Ну, реально, два тура подряд мы играем через восемь дней, а перед БТ – девять дней. Конечно, я больше сторонник того, чем команда больше играет, то есть всегда в тормозе, всегда в этом, а такие большие паузы, это я считаю. Но зато в июле будем играть по восемь матчей в месяц. Ну, наверное, последний вопрос по поводу чемпионской гонки. Нет ли ощущения, что если БТ победить в классе, то получится огромный упор в этой гонке? Да послушайте, еще седьмой тур, если я не ошибаюсь, правильно? Правильно. Ну, седьмой тур только закончился. Счет чемпионат длинный, и вы вчера сами видели игру БТ смотрели? Да, наверное, да. Ну, вот вы все видели. Есть какие-то вопросы еще? Есть еще вопросы? Спасибо за ваше время.